Всем привет! Добрый вечер! Надеюсь, вы не очень устали. Можно и сюда. Знаешь, не хочу загораживать. Итак, надеюсь, вы не очень устали. Я постараюсь, чтобы последний доклад был не сильно напряженным. Оно перестало работать. Я расскажу об особенностях разработки продуктов с искусственным интеллектом в сфере здравоохранения, в сфере health care. Но для начала вообще, почему я могу об этом рассказывать? Я работаю сейчас, как Кирилл сказал, продакт-менеджером в компании Caron. До этого я работал вообще в Одессе, начал программистом, попытался построить один стартап. Не получилось. Пошел, поработал в Provectus, в Riddle, занимался продуктом, занимался project management, занимался немножко маркетингом и уехал в Лондон. В Лондон я уехал заниматься другим стартапом из сферы искусственного интеллекта. Это был более инфраструктурный проект, более технический. Google выпустил очень похожий продукт. Мы закрыли компанию и я пришел в Caron. В Caron мы занимаемся диагностиком рака молочной железы и помогаем делать скрининг более эффективным. Когда я пришел в компанию, нас было шесть человек. Не было ни одного человека, который занимался бы конкретно бизнес-стороной проекта. Я вписываюсь в кадр. Не было ни одного человека, который занимался бы именно бизнес-стороной проекта. Было известно только то, что есть большая важная проблема, ее нужно решить. У нас были инвестиции и была многообещающая ML-моделька, которая вроде бы показывала хороший результат. Но вначале расскажу немного о самой проблеме. Рак молочной железы — это наиболее встречающийся вид рака у женщин. Единственный на сегодняшний день известный способ уменьшить смертность от рака молочной железы — это ранняя диагностика. Единственный способ провести раннюю диагностику экономически выгодным путем — это скрининг с помощью маммографии. Скрининг работает следующим образом. Женщин из определенной возрастной группы, обычно это 45-70 лет, приглашают на скрининг-экзамен каждые 2-3 года в зависимости от страны. Они делают маммографию. Это, по сути, рентген груди. Процедура достаточно быстрая, она дешевая. Она не очень комфортная для женщин за счет компрессии, но все равно она дает результат. После этого эти изображения идут к радиологу. Радиолог — это врач, который должен проанализировать изображение и принять решение. Либо у женщины все в порядке, пусть она спокойно ждет еще 2-3 года, возвращается на следующий экзамен. Либо есть подозрения, и нужно посмотреть более детально. Женщина тогда вызывается на дополнительное обследование, которое может включать в себя даже небольшую операцию, ну или биопсию. Есть несколько проблем. Проблема номер один. Нужно проводить скрининг на всей популяции, то есть абсолютно на всех женщинах в этой возрастной группе. Это значит, что таких экзаменов будет очень много, и радиологам нужно их все успеть обработать. Это достаточно тяжелая работа, но при этом у них есть буквально 15-30 секунд, чтобы принять решение для одного пациента. И это не просто решение, это решение, которое может повлиять на жизнь, ну или смерть. Например, приходит женщина, делает снимок, радиолог не обнаруживает опухоль, а через 3 года уже некому приходить. Может быть, наоборот, приходит женщина, врач случайно ошибся, сказал, нужно провести его обследование, делают биопсию, женщина проходит через мучение, а на самом деле все в порядке, не нужно было ничего делать. Задача достаточно критическая. И она действительно сложная. Ничего, я могу нажимать. Окей, я не учитывал, что тут будет такое освещение. Можно выключить свет? Солнце, погасни, пожалуйста. Ладно, хорошо. Эта часть немного сломана. По сути, изображение выглядит следующим образом. Это на черном фоне белое изображение. Может, вы немножко видите, тут есть грудная ткань, которую видно более-менее. Она белого цвета. Рак тоже белого цвета. То есть вам нужно найти белое на белом. И это достаточно сложно. Вы не увидите никакой разницы, но есть более сложные случаи, когда белой ткани в груди не просто много, а ее очень много. За ней ничего не видно. За ней не видно никаких опухолей, ничего. И врачу очень легко сделать ошибку. Вот открывает врач такой кейс, и опять он должен сделать судьбоносное решение. Он ничего не видит. Если бы это была единственная проблема, было бы проще. Можно было бы разработать новые технологии, которые создают новые изображения, лучше качеством, позволяют все это видеть. Но есть другая сторона проблемы. Радиологов просто не хватает. Например, в Англии их уже недостаточно для того, чтобы работала система скрининга. А в Шотландии система скрининга в данный момент в чрезвычайном положении. То есть мне официально объявили чрезвычайное положение. Скрининг может остановиться, потому что не хватает врачей. А в странах вроде Украины, к сожалению, врачей просто недостаточно, чтобы даже начать этот процесс. Итак, вернемся к тому моменту, как я пришел в компанию. И мы знаем, что есть большая проблема. Мы знаем, что у нас есть ML-моделька, которая может помочь решить эту проблему. Почему бы не взять и быстренько построить продукт, и не выпустить его на рынок? И начать зарабатывать деньги? Ну, это же классно. Оказывается, все не так просто, если мы работаем в healthcare. Оказывается, если наш продукт может влиять на жизнь пациента, мы должны доказать превосходство продукта не просто в каких-то внутренних тестах, а в клинических испытаниях, в полноценных клинических испытаниях. Это поднимает сразу несколько дополнительных проблем. Первое. Что такое клинические испытания? Как их вообще проводить? Я не знаю. Я учился прикладной математике. Но, допустим, ладно. Мы можем нанять компанию, которая поможет нам разобраться, она поможет создать протокол для клинических испытаний, найти, возможно, партнеров. Возникает следующая проблема, которая немного ближе к теме сегодняшней конференции. Для того, чтобы провести клинические испытания, нам нужно показать, что статистически наша модель работает достаточно хорошо. Теперь немного контекста. По сути, мы должны показать, что уровень ложнопозитивных и ложнонегативных срабатываний нашей модели меньше, чем у радиологов. Опухоль в скрининг популяции может встречаться меньше, чем у полупроцента пациентов. Это значит, что для того, чтобы нам с достаточной уверенностью показать, что мы лучше, чем радиологи, а там идет вопрос, по сути, о разнице в 2-3% сенситивити и спецфисити, нам нужно очень много данных. И не просто каких-то данных. Нам нужны изображения. Нам нужна клиническая история пациента. И нам нужно, чтобы это все было очень хорошо доказано и не было ни у кого сомнений в правдивости данных. Нужно для двух причин. Первое. Ну, во-первых, мы хотим показать, что модель работает. Хотя бы для нас самих. А второе. В healthcare вы не сможете запустить продукт, если научное сообщество не прислушается к вам и не поверит в то, что вы делаете. Для того, чтобы они поверили, вы должны написать научные статьи, которые пройдут цензуру очень требовательных ученых из медицинской сферы. Найти такие данные в healthcare очень тяжело. Есть публичные датасеты, но они недостаточно хороши. Обычно либо сильно мало данных, либо это только изображение, этого недостаточно, либо данные просто недостаточно репрезентативны для популяции. Все окей? Тут единорог, потому что на самом деле единорога мне казалось, что встретить проще, чем найти эти данные. Нет. Волшебство существует. Мы нашли данные. Мы нашли компанию, которая помогла нам организовать клинические испытания. Мы провели клинические испытания. Наш алгоритм лучший в мире. Он лучше, чем радиологи. Что дальше? Ну, идем на рынок, помогаем, делаем жизнь людей лучше, спасаем жизни. Опять же, мы говорим о продукте, который я себя повторяю, но в этом-то и суть. Он может влиять на жизнь и смерть пациента. Это делает такой продукт медицинским девайсом с точки зрения регулятора. Медицинский девайс, если ваш программный продукт – это медицинский девайс, это значит, что вы должны пройти сертификацию и получить разрешение на продажу, которое выглядит вот так. C-mark это называется. Если у кого-то из вас есть айфоны, сзади на айфоне внизу будет много маленького текста, и среди маленького текста вы увидите такой символ. Это значит, что этот телефон был одобрен для продажи на территории Евросоюза. Нам нужно было добыть такой же C-mark для нашего продукта. С практической точки зрения это значит, что нам нужно показать, что мы соответствуем стандартам безопасности и стандартам качества. Так как мы говорим сейчас о разработке программного обеспечения, я пропущу некоторые из стандартов и расскажу чуть больше про 6.2.3.0.4. А в нашем случае это был не IEC, а EN 6.2.3.0.4, но там никакой разницы нет. Это стандарт, который называется разработка медицинского программного обеспечения. Он основан на Software Development Lifecycle Standard, если кто-то слышал о таком. И представляет из собой группу процессов. Если кто-то из вас когда-то видел какие-то либо тренинги, либо статьи про project management, либо про waterfall модель, я думаю, вы что-то подобное видели. Вы вначале собираете требования пользователей, создаете технические требования, создаете архитектуру, более детальный дизайн каких-то компонентов программы, разрабатываете тесты, интегрируете все, тестируете. Параллельно всему этому вы проводите риск менеджмент. Вот получается у вас продукт. Когда мы это откопали, когда мы повстречались с несколькими консультантами, мы были немного в ужасе. Потому что неужели waterfall не может быть? Мы же в стартапе, ну нельзя так. И мы были правы. На самом деле все можно делать намного гибче. Суть в том, что нужно разобраться, почему. Почему именно такой процесс? Почему стандарт говорит именно об этих процессах? Почему стандарт говорит именно о таких компонентах? Говорит он о них по очень простой причине. Все стандарты и сам регулятор существуют не просто так. Обычно стандарты появляются, когда кто-то погибает. Или что-то идет не так. Вот пример. Тут вообще должна быть картинка Боинга видна. Я думаю, вы все слышали о происшествиях недавно с Боингами. Когда было две авиакатастрофы, сотни людей погибли. Они погибли почему? Они погибли по сути, что при разработке программного обеспечения для этого самолета была допущена ошибка. Причем ошибка не в плане бага, а ошибка в плане самого дизайна. Что пилоты не могли исправить ситуацию, когда она стала критической. И погибли сотни ни в чем невинных людей. В медицинской сфере были такие же ситуации. Тут тоже ничего не видно. Но тут очень красивая фотография оборудования, которое имеет странное название ТРАК-25. Это был аппарат для радиотерапии. Радиотерапия — это когда опухоль облучается сильным рентген излучением. Так как это рентген, то излучение должно быть строго дозировано и направлено в правильную область. Потому что оно выжигает не только клетки опухоли, но и живые клетки. Этот аппарат был обновлением предыдущей модели. Добавили новый режим. Теперь был режим слабой мощности и режим полной мощности. Также заменили всю систему контроля режимами и систему управления. Была проблема. Разработчик операционной системы, на которой работал софт, который управлялся этой штукой, допустил ошибку в своем коде. Допустил ошибку, которую никто не словил. Получался race condition, когда быстро переключали между режимами. Полной мощности и слабой мощности. И, например, могло быть так, что выставлена была слабая мощность, облучение шло по полной. Это не очень хорошо. Что хорошо? Все не так плохо. Что хорошо? Это словили. Аппарат убрали из продажи, убрали из использования. Но пять людей погибло. Вернемся к вот этой диаграмме. Она выглядит, возможно, достаточно страшно. Более того, есть момент, который я не упомянул. Вот самая страшная часть стандарта — это даже не вот эти процессы. Это нормально, они абсолютно логичные. Но то, что там сказано, что в конце каждого процесса вам нужно провести дизайн-ревью. Дизайн-ревью, на котором ставится куча подписей всех, чуть ли не до председателя совета директоров, и дизайн не меняется. Как мы думали. Но все оказалось не так. Так как главная задача регулятора — обеспечить безопасность. Если вы в любой момент можете записать каким-то обычным человеческим текстом, почему изменения, которые вы хотите сделать, улучшат безопасность, то все в порядке. И вы можете проводить изменения хоть каждый день. Вот по факту в нашей компании сейчас по большинству компонентов системы мы проходим, ну, по сути, весь вот этот цикл требования, тестирования, какая-то проверка в течение недели. Есть конкретные компоненты, которые более рискованные, но там приходится тратить чуть больше времени на каждый цикл. Но все равно мы можем проводить итерации. Это может быть гибкий процесс. И это лишь вершина айсберга. Как я сказал, да, нам нужно проводить клинические испытания. Да, есть много вопросов комплайенса, вопросы соответствия каким-то стандартам. Если мы говорим о технической стороне вопроса, в healthcare нет особо стандартов нормальных для того, как системы работают между собой в больнице. Есть так называемые DICOM и HL7, но они называются стандартами. По факту это наборы рекомендаций, и каждый вендор, каждый разработчик сам решает, как их применить. Результат не очень хороший. Возможно, это мелочь. То, что облачные решения, к сожалению, еще не сильно распространены в больницах и в healthcare. По факту это создает проблемы. Когда мы хотим, опять же, быстро итерировать, быстро обновлять наш софт, когда мы хотим приносить новые функции, это создает очень много, ну, просто логистических проблем. Мы вынуждены либо устанавливать обновления локально в каждом госпитале, но тут тоже есть проблема. Некоторые госпитали вообще не разрешают никаких ни исходящих, ни входящих соединений, потому что, ну, они не знают, что можно сделать фаервол, и у них вся сеть внутренняя. Немножко сложнее, чем это, но создает проблемы. С точки зрения бизнеса в healthcare очень долгие продажи. Быстрее 9 месяцев вы ничего не продадите. 9 месяцев это очень круто. Скорее, это будет месяцев 18 для стандартной продажи. Может быть больше. Мы говорим о продажах больше пары сотен тысяч фунтов. Если вы продаете продукт за меньше, чем пары сотен тысяч фунтов, то в медицине делать особо нечего. Медленная адаптация к новым технологиям. Это интересный момент. Почти все современные больницы в Европе, в США имеют такую должность как chief innovation officer. Это человек, который должен заниматься инновациями. По факту это тот человек, который боится инноваций, к сожалению, и он о них знает, но всегда находит причины, почему их не стоит внедрять. Опять же, я утрирую. Бывают хорошие люди в этих ролях. Все не так плохо. Но в целом… Ваня, это из-за ответственности, я так понимаю. Потому что если он скажет, что это хорошо, а потом будет плохо, то именно он останется крайним и виноватым. Зависит от ситуации, но я думаю, это одна из причин мотивации. Звучит достаточно логично. Но при всех вот этих проблемах я хочу сказать, что вообще healthcare – это очень круто. Я в своей жизни никогда не был более счастлив, что я работаю в какой-то сфере, в какой-то индустрии. Особенно сейчас мы живем в то время, когда здравоохранение меняется. Оно меняется как раз под давлением этих новых технологий. Создаются новые биомаркеры, которые позволяют новые, более эффективные методы диагностики. Биомаркеры – это, по сути, возможность заметить заболевание каким-либо образом. Либо на изображении, либо в результате какого-то теста. Скоро, совсем скоро, медицина и лечение сможет быть более персонализированным, основываясь на генетическом профиле человека и других индивидуальных особенностях. А искусственный интеллект? Искусственный интеллект поможет радиологам, другим врачам, тратить время не на механическую и скучную работу, а действительно посвятить ее более важным моментам. И в конце концов просто общаться больше с пациентами. И внести немножко больше человечности в хелткер. В принципе, тут все сказано. И в итоге, когда работаешь в этой сфере, и ты просыпаешься утром, ты понимаешь, что ты делаешь что-то не зря. Оно будет иметь вес, оно будет иметь значение, оно изменит мир. И я сейчас немножко уйду от хелткер, но я верю, что сейчас в принципе лучшее время, чтобы менять мир. Если вы хотите сделать что-то фантастическое, безумное, у вас есть какая-то идея, вы всю жизнь об этом думали, сейчас как никогда легко и просто попытаться реализовать свою идею. Есть очень много технологий на рынке. Есть очень много денег у инвесторов, которые готовы вкладываться в новые проекты. Если 5-10 лет назад вкладывались в более простые проекты, и кастомер-ориентированные, то сейчас инвесторы более готовы вкладываться в науку, в долгосрочные вещи, в тот же хелткер. Я немножко прорекламирую, но даже не свою компанию. Я говорил, что я уехал в США. Я уехал в инкубатор Entrepreneur First. Это уникальный стартап-инкубатор, который привлекает не компании, он привлекает людей. То есть, например, если вы человек, который хочет сделать что-то значимое, и вы пройдете отбор, они будут готовы уже вложить в вас деньги и поможет вам найти кофаундера, найти проблему, построить бизнес-кейс и привлечь первые инвестиции. Если кто-то из вас хочет узнать об этом побольше, пишите мне. Ну, либо заходите на сайт, там все написано. И мне можно написать на вот этот адрес. А сейчас я готов отвечать на вопросы. Я не услышал тут одного момента касаемо защиты личных данных. То есть представить себе, что маммографию проходит там Елизавета II или Ангела Меркель, и найдутся наверняка какие-то хейтеры, которые там выкупят изображение груди и там дальше уже последствия. Ну, как бы решение криптографически есть, но я не понял, почему вы об этом ничего не сказали. Это хороший вопрос. Ну, я отвечу в двух частях. Первая часть. Я думаю, если мы говорим о Елизавете II или Ангеле Меркель, они, скорее всего, проходят свои медобследования не в публичных заведениях, то есть не в публичной больнице, и их данные очень хорошо хранятся просто за счет более частного подхода. Каждый раз слышим, как украинцы. Да. И вот это второй момент. Это… Окей, есть несколько компонентов. Вообще в любой сфере на данный момент в Европе хочешь не хочешь нужно обращать внимание на сохранность данных пользователей. Это как минимум вызвано GDPR, новым законодательством, которое уже год действует. В healthcare это еще более актуально. Именно поэтому многие больницы, например, следуют по тому пути, что внутренняя сеть просто отделена от интернета. Нет никакого доступа. Дает хоть какую-то защиту. Да, там у нас казус, не обращай внимания. Да. А скажи, пожалуйста, Ваня… Я тебя не вижу. Я здесь, да, я тут сзади. В догонку к этому вопросу есть же HIPAA compliance в Штатах, а в Великобритании есть похожий стандарт? Ну, есть в Европе GDPR. GDPR, он покрывает. Да. Окей, хорошо, спасибо больше. Сейчас у нас вот там у девушки вопрос, потом здесь вопрос, а потом я к вам вернусь туда. Надя, вот сзади тебя, Надя, еще один вопрос. Прошу вас, извините. Были ли у вас кейсы с relation extraction в healthcare, то есть извлечения там сущности для анализа, для рекомендационных систем, например, в e-health, например, и какие тулы, если были у вас кейсы, какие вы тулы для этого использовали, поскольку, например, у нас был опыт использования Amazon Comprehend, medical tool, там я уже не помню полное название, там named entity relation extraction, долгое у него название, и для той задачи оно подходило, в принципе, это для извлечения данных онлайн-анкеты и там сравнивания каких-то результатов, а для более сложных задач, ну, мы не уверены, что, например, у нас работает. Вот вопрос, были ли у вас кейсы с relation extraction и какой тулкит вы использовали? Хороший вопрос. У нас не было конкретно задачи relation extraction, нечто похожее есть. Вот я когда упоминал о том, что нужно много данных и хороших данных для клинических испытаний, например, ну, и для обучения модели в том числе, один из ключевых моментов, вот представьте, вы получаете от госпиталя набор изображений, плюс отдельно вы получаете там 65 тысяч PDF-файлов с репортами врачей о том, что было найдено в результате какого-то экзамена, и нет никакого ключа, по которому их можно соединить. К сожалению, это очень часто бывает. Зачастую еще бывают третий и четвертый наборы данных, других данных, которые нам нужно свести в одну картину. Нам нужно свести в картину, потому что, когда мы идем в клинические испытания, нам нужно определить, если мы измеряем sensitivity specificity, что у нас является ground truth, настоящим результатом. И это находится как раз через сравнение отчетов о скрининге, отчетов об операциях, вот всего вот этого, и изображений, и находения связи между ними. То есть проблема чуть-чуть другая, но похожая. Решали мы ее, честно говоря, наверное, не самым эффективным способом, но ручками наняли, ну точнее как наняли, там сразу был один очень-очень классный у нас data scientist, и мы наняли потом еще нескольких, и у нас сейчас все свои тулы внутренние, мы не используем публичные тулы для такого. Возможно, не самый эффективный подход, но для нас сработал. Иван, спасибо за доклад. Расскажите немножко подробнее про формат взаимодействия с тем инкубатором, о котором вы говорили, где, если я правильно понял, основной акцент уделяется именно личностям, которые привлекают у него. Да. Я могу рассказать свою историю, то есть там, может быть, чуть-чуть что-то и поменялось, но я думаю, основа примерно та же. Взаимодействие следующее, что либо можно попытаться податься в инкубатор самому, либо они иногда там на каких-то самых многообещающих студентов или людей в индустрии, они пытаются тоже сами выходить. Вы проходите серию интервью и, возможно, попадаете в инкубатор. Там процент прохода, я не помню, какой у них, но достаточно низкий. Они даже себя сравнивают с Гарвардом, но это немножко все-таки не то. Я не хотел бы проводить такое сравнение. Когда вы попадаете в программу, вам инкубатор, ну, во-первых, помогает решить иммиграционные вопросы, то есть переехать в Британию. Они помогают открыть визу. Обычно это очень неплохая виза, которая на пять лет с возможностью работать и над своим проектом, и, если что, работать где-то еще. И после этого они дают месячную стипендию в течение трех месяцев. Собирается группа таких людей. И вот в течение трех месяцев в этой группе задача инкубатора создать команды. Команды они всегда делают из двух людей. Вот у них есть такое правило, что они не делают больше и не делают меньше. Только вот команда из двух людей. В течение трех месяцев вы проходите такой себе кофаундер дейтинг. То есть вы встречаетесь каждый день, особенно те люди, у которых еще нет проекта и нет кофаундера. Встречаетесь каждый день, садитесь в кружочек, питчите, чем бы вы хотели заниматься и что вы знаете. Хотите ли вы делать что-то свое или вы ищите другой проект, к которому вы присоединитесь. Вот из моего опыта я один раз пытался с одним кофаундером построить проект. Через два дня поняли, что мы не созданы друг для друга. Со вторым кофаундером было все еще быстрее. Мы почему-то с ним даже не общались. Потом я встретил третьего кофаундера, и это был мой человек. Мы построили нашу компанию. Кстати, потом мы вместе перешли в Кайрон. Мы сейчас там работаем. Он тоже у нас работает. То есть первый этап, три месяца кофаундер дейтинг, поиск идеи, поиск кофаундера. Второй этап, если вы проходите до второго этапа, это три месяца, когда вам дают фиксированные инвестиции и вливают в компанию. То есть помогают создать юрлицо, вливают в него инвестиции. Это pre-seed. И делают все для того, чтобы в течение трех месяцев найти хоть какой-то traction, то есть доказательство того, что это сработает, это принесет деньги, и у вас есть правильная команда, чтобы добиться успеха. По истечении вторых трех месяцев, demo day, инкубатор вкладывает еще, если я правильно помню, 100 тысяч фунтов, таким способом, что они превращаются в проценты только тогда, когда вы поднимаете полноценный раунд. Но они позволяют вам от демо дня в течение шести месяцев вести переговоры с инвесторами, найти правильных инвесторов, привлечь кучу денег. Ну и дальше инкубатор остается вашей компанией как инвестор. Я не знаю, я надеюсь, ты ответил на вопрос. Добрый день. Скажите, с помощью вашего программного обеспечения прошли исследования, и этот результат, он идет уже с помощью вашего программного обеспечения, как результат, его визирует младшемедицинский персонал, или оно потом еще идет все-таки, или как помощь идет врачу-рентгенологу. Это очень хороший вопрос, и на него на самом деле ответ немного сложный. Я попытаюсь вкратце ответить. Есть один момент, который я не упомянул в списке проблем. Вот то, что я упомянул, это, что необходимо для того, чтобы продать. Но не факт, что этого достаточно. Один из моментов, который нужен для того, чтобы нашу систему могли использовать для принятия окончательного решения, это одобрение кучи профессиональных сообществ. Поэтому до тех пор, пока мы не получим то одобрение, наш продукт может быть только воспомогательным, то есть помогать радиологам принимать решения. Вот как-то так. Но при этом есть другой момент. Наш первый продукт, он заменяет одного из двух радиологов. В развитых странах, в Европе, используется система скрининга, когда два радиолога анализируют каждый кейс. Это делается как раз потому, что одного радиолога недостаточно. Они, к сожалению, недостаточно хороши именно в этой задаче. Поэтому берется два. Так вот, их недостаточно, чтобы делать такой дабл ридинг, когда два радиолога, и мы можем заменить одного человека. Таким образом, программа не принимает окончательное решение, но при этом здорово помогает решить проблему. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Какая математическая модель лежит в основе вашего продукта? То есть какой инструмент участвует в принятии решений? Если я скажу нейронная сеть, этого недостаточно. А какая именно, например? Так, это хороший вопрос. Что я могу рассказать? Может, обычный классификатор изображений, груди, которого делают? Смотрите, я скажу так. По сути, это задача классификации. Это наша модель, которая построена на некоторых стандартных моделях, но с определенными изменениями в архитектуре для того, чтобы довести ее performance до максимального значения именно на этой задаче. Это задача классификации между аномалия или все в порядке. Это конвелюционные нейронные сети, ансамбль таких сетей, плюс несколько еще дополнительных разработок из сверху Adversarial Networks. Я надеюсь, правильный термин. Я не знаю, как на русском сказать. Да, я не знаю, кто ответил на вопрос. Надеюсь, что... У кого еще вопросы, поднимайте руки. Так, вопросов больше нет. А по-моему, у девушки вопрос еще. У вас? Вопрос такой. Вот, например, ваш продукт, он больше направлен на врачей, грубо говоря, пользоваться там врачи будут. А были ли у вас кейсы или может быть даже вы слышали, господи, о таких кейсах, когда их приложение, платформа, что угодно, могли бы воспользоваться пациенты в обход врачей? Грубо говоря, то есть, например, та же рекомендательная система, любое приложение, опять же, тоже, например, для распознавания каких-то там заболеваний, но то есть в обход врачей, которое, наверное, было бы на пациента. Вот тут девушка начала шутить, но она на самом деле очень правильно начала шутить. К сожалению, таких кейсов, когда есть какое-то приложение или продукт, которым пользователь может… То есть, это даже не пациент еще, но человек может пользоваться сам, их достаточно мало. Они есть, наверное, самый последний пример – это Apple Watch, который получил FDA approval на электрокардиограмму. Но вы каждый раз, когда делаете кардиограмму с помощью Apple Watch, он вам скажет, ни в коем случае не принимаете никаких решений, основываясь на этом. Да, но этот дисклеймер очень важный. Когда мы говорим о чем-то в онкосфере, нам никто не даст, ну пока что, по крайней мере, какую-либо информацию давать пациенту, потому что психологические последствия намного более сложные. Скажите, пожалуйста, какую точность достигает ваша модель? Да. Вот та версия, которая в клинических испытаниях была 90-89, sensitivity, specificity. 91 где-то, да, примерно? Вы имеете в виду, мы меряем чувствительность и специфичность, потому что это более правильно, по крайней мере, мы видим для нашей задачи, получается 90-89. То есть точность недостаточная, да? Просто точности недостаточно. 8 и все равно она приходит в клинические испытания, она является полезной. Так получилось? Да, 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 да. Если я правильно понял ваш вопрос, то да. У нас есть, соответственно, новая версия. На самом деле, я отвечу так. Для того, чтобы правильно померить то, как работает такой алгоритм, вообще нужно считать четыре показателя. То есть это чувствительность и специфичность для того, чтобы ложно-позитивные и ложно-негативные словить. recall rate, то есть сколько пациентов мы вызываем, мы называем, что они потенциально аномальные и вызываем на доп. обследование, потому что это финансово важно для больниц. И cancer detection rate, по сути это true positives, настоящие… Настоящие половинки. Да. То есть самое главное последнее, да? Последние метрики. Они все важны, потому что если… Смотрите, если мы вызовем всех пациентов, мы словим все опухли, но никакое государство не сможет оплатить такой скрининг. Скрининг работает только тогда, когда в долгосрочной перспективе государство может ожидать, что оно купится в виде ВВП или чего-то такого. Вся модель скрининга построена на том, что в течение 30-40 лет ВВП вырастет за счет того, что смертность уменьшится и люди смогут работать дольше и так далее. Но детектирование, вот само детектирование, вот меня интересует, точность детектирования, последние ваши метрики. Ну это будет cancer detection rate, да, то есть настоящая позитивная. 90% где-то, да? Да, да. У врачей 82-82. То есть 18 сложно негативных, 18 сложно позитивных. Да. Все, спасибо. Спасибо всем. Да, если какие-то еще вопросы, пишите. Я отвечу.